Берем куриные сердечки и добавляем соевый соус. Добавляем 2 столовые ложки сухого имбиря и черный молотый перец. И обязательно добавьте смесь острых перцев, потому что нашим сердечкам это придаст отличную пикантность. Тщательно все перемешиваем при помощи ложки, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник мариноваться. Берем говядину и отрезаем мякоть от реберной части. Аккуратно срезаем мякоть при помощи ножа и остатки, которые у меня останутся, я их пущу на борщ. Если вы захотите посмотреть данный выпуск, обязательно ставьте палец вверх и я для вас обязательно сделаю просто офигительный борщ. Отставляем пока обрезки в сторону, берем небольшую кастрюльку и разрезаем наше мясо на порционные кусочки. Вот такие небольшие кусочки у меня получились, перекладываем их в кастрюлю и берем 2 луковицы. Нарезаем лук как вам больше нравится, но я нарезаю широкими кольцами, потому что так легче будет отделять мясо от лука. Перекладываем в кастрюльку и начинаем мять руками, чтобы вышел из лука сок. Маринад у нас банальный, поэтому добавляем соль по вкусу, черный молотый перец, тщательно распределяем специи по мясу и переходим к следующему блюду. Берем тщательно промытую куриную печень, добавляем соль по вкусу и черный молотый перец. Накрываем печенку пищевой пленкой, берем сырокопченый бекон и отставляем пока все в сторону. В глубокую тарелку добавляем столовую ложку муки, 7 грамм дрожжей и столовую ложку сахара. Добавляем 4 столовые ложки теплой воды, тщательно перемешиваем опару и даем ей настояться 15 минут. Через 15 минут берем глубокую миску и высыпаем 400 грамм муки. Добавляем чайную ложку соли и 2 столовые ложки растительного масла. Добавляем нашу опару в муку и наливаем 230 миллилитров теплой воды. Начинаю вымешивать тесто при помощи силиконовой лопатки, а далее присыпал немного мукой и начал мять руками в течении 5 минут. Тесто немного липнет к рукам, но ничего страшного, помещаем его обратно в тару, накрываем пищевой пленкой и отправляемся на дачу. Кстати, для сердечек нам понадобится замочить шпажки. Вот таким вот образом я их замачиваю, если кому интересен данный лайфхак, применяйте. Берем замоченную шпажку и при помощи нехитрых движений просто нанизываем сердечки. Сердечки нанизываю не очень плотно друг к другу, но в принципе вам и так все видно. Я думаю, с этим моментом мы разобрались и переходим к печенке. Вооружаемся сырокопченым беконом и замаринованной печенью. Данный процесс совсем не сложный, просто берем кусочек печени и заворачиваем крест-накрест в бекон. А пока этим занят, можете подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать свое мнение в комментариях по данному выпуску. А далее просто нанизываю на шампур. Думаю, здесь у вас вопросов не должно возникнуть. А мы переходим к говядине. Берем кусочек мяса, очищаем от лука и нанизываем на шампур. Здесь в принципе все понятно. А мы переходим к следующему блюду. Берем настоявшееся тесто, присыпаем поверхность немного мукой и отчипываем кусочек, примерно 150 грамм. И раскатываем его в колбаску. Ароматы мяса и куриной печени оказались настолько сильными, что привлекли нашу пушистую хозяйку. Но ребят, не переживайте, свою порцию она уже получила. Так, ладно, берем шампур и при помощи круговых движений наматываем тесто на шампур. Данный процесс абсолютно не сложный, тем более я вам показываю в мельчайших подробностях, как это все происходит. Так, с тестом мы закончили, берем наши подготовленные шампура и отправляемся к мангалу. Когда жар утихнет и угли побелеют, можно выкладывать наше мясо. Шампура выкладываем на мангал, а сердечки выкладываем на решетки. Сердечки и печенку обжариваем минут по 15. Говядину жарим до той готовности, которая вас больше всего устраивает. Но я вам советую, оставляйте немного розового цвета, от этого мяса станет только мягче. А хлебушек постоянно переворачиваем, чтобы он приобретал со всех сторон золотистый цвет. Как вы уже успели заметить, у меня появились куриные крылья. Это мне девчата подкинули для общей массы. Если вам интересен маринад данных крыльев, я вам сейчас расскажу. Мы добавили соевый соус, имбирь, чеснок и соус шерачу. Все, в принципе мы больше ничего не добавляли. Крылья где-то мариновались часа 3, я их положил и начал жарить. Так, хлебушек наш уже готов. Я его проткнул шпажкой, тесто не тянулось, а значит блюдо готово. Печенка наша тоже уже готова. А в говядине я делаю надрез, смотрю степень прожарки и меня она устраивает. И тоже снимаю с мангала. Все, наконец-таки блюда все наши готовы, а мы по традиции переходим к дегустации. Ну что, ребят, посмотрите, какое красивое блюдо у нас получилось. И давайте попробуем говядину. Мясо получилось максимально сочное и очень мягкое. А все это благодаря тому, что мы его не пересушили на мангале и остался немного красный цвет. Следующую мы дегустируем печенку. Ну что тут сказать. Печенка полностью приготовилась. И благодаря тому, что мы ее замотали в бекон, она имеет просто невероятный вкус. Ну вот, наконец-таки мы дошли до нашего хлеба. Хлеб полностью пропекся и он отлично подойдет, чтобы в него замотать кусочек мяса. А на вкус данный хлеб напоминает пури. Ну и последнее блюдо на сегодня это сердечки. Сердечки получились очень мягкие и имеют приятную остринку. Если вы переживаете, что сердечки будут жесткими, то знайте, по данному рецепту такого не случится. Ну что, ребят, данный ролик подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях свое мнение по данному выпуску. И до встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok